Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на катушку Вейда ДФ-4000 4 подшипника. Катушка упакована в такую коробочку, на которой вся информация написана на английском языке. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть и перевести. Данную катушку мне родственники привезли в подарок с Украины. Я, конечно же, залез в интернет посмотреть, что за фирма Вейда. Ну и как оказалось, с 2018 года компания Каида на Украине продает свою продукцию под данным логотипом. В комплекте катушка с запасной шпулей. Запасная шпуля графитовая, а на катушке стоит алюминиевая. Вот такой листик, инструкция по сборке-разборке катушки. Ну и описание также на английском языке. Был, конечно, очень удивлен, что Каида на Украине под таким логотипом Вейда. Ну, как пользователь катушек Каида, они у меня уже более пяти лет стоят на фидере. На фидерах еще ни одна катушка у меня не отказала. Но и фидеры тоже Каида. Уже пользуюсь ими пять лет. Еще никак ничего не произошло ни с одним фидером плохого. Довольно хорошая фирма, бюджетная. Если хорошо пользоваться, то долго служит данная продукция. Теперь рассмотрим саму катушку. Катушка выполнена из графита. Навес довольно легкая. Чуть позже взвесим ее. Довольно хороший затянутый фрикцион. Но очень мягкий. Хорошо, быстро затягивается и отпускается. Довольно хороший ход. Хорошо, мягко ходит. Не слышно никаких посторонних шумов. Откидываем в дужку леской укладывателя. И, как видим, он автоматически не отщелкивается. И ручка полностью в заблокированном состоянии. Возвращаем в исходное положение. Все отлично крутится. Катушка оснащена мгновенным стопором. Очень хорошо для джига. Удобно расположен реверс. Как видите, в разные стороны. Спокойно и без проблем все крутится. Производитель заявил, что здесь 4 подшипника 3 плюс 1. Ну, если оно так и есть, то довольно неплохо для бюджетной, недорогой катушки. Придоточное число 5,2 к 1. Довольно вместительная шпуля. 4-х тысячники, в принципе, они всегда вместительные. И уже можно использовать и на фидере, и на спиннинге без проблем. Двухсторонняя ручка. Можно менять на левую, на правую сторону. Как видите, алюминиевая звездочка. Все довольно надежно, крепко держится. Втулка и ручка возле катушки усилены, сделаны из металла. Сама ручка с защёлкой, с фиксатором, из графита. Защёлка металл. Скорее всего, не ржавейка. Что ж, довольно интересная, как всегда вовремя, подаренная мне катушка. Задумываюсь о покупке бюджетного спиннинга. И уже катушка к нему имеется в наличии. Рассмотрим запасную шпулю. Как видите, небольшой шов просматривается, но на ощупь он не трёт, не мешает. Раньше на катушках приходилось очень мелкой наждачкой зачищать, полировать этот шов. А здесь он даже не прощупывается. Поэтому лески и плетёнки он мешать не должен. Но при желании можно, опять же, отполировать наждачкой и не волноваться. Сейчас взвесим катушечку, посмотрим, сколько она взвесит. Но так вот, пробую её, она не очень тяжёлая. То есть, рука устывать не будет. 310 грамм завесила данная катушка. На, сейчас ещё раз попробую взвесить. Я, может, сильно подтянул вверх её. 290. Сейчас аккуратно поднял. 290 грамм завесила катушка. Не будет пустовать рука, не будет перетягивать спиннинг, фидер. Ещё раз повторюсь, если эта катушка прослужит долго, то для бюджетного варианта. Довольно неплохое исполнение. Не тяжёлая. Ну и добротно, качественно сделанная катушка. На этом, друзья, буду заканчивать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, если не подписались. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал.